Всем привет, дорогие мои хорошие! Сегодня у нас детальный обзор лора вселенной Кэплэрс – потрясающей игры, не уступающей всяким там Римворлдам и Террарием, но по иронии судьбы несправедливо забытой. Более чем уверен, что это первый и единственный разбор во всем ютубе, так что не забывайте поставить лайк за эксклюзивность материала. Приятного просмотра, мы начинаем! Все началось в далеком 2012 году, когда одновременно произошли два, казалось бы, не связанных друг с другом события. Была обнаружена планета Кэплер, находящаяся на расстоянии 3000 световых лет от Земли, а у мецената Ричарда Марка родился ребенок. К сожалению, жена Марка Дэнни погибла при родах, а у ребенка спустя 4 года был обнаружен врожденный рак печени. Это не сулило мальчику, ничего хорошего. Рак жизненно важного непарного органа – дело серьезное. Не желая терять последнего члена семьи, Марка задается целью найти способ излечить родного сына. В ход идут самые разные, в том числе и этически незаконные методы. Во-первых, Марка инвестирует средства в институт Пранди Клаб, занимающийся химерными эмбрионами свиньи и человека. Теоретически, химеры могут служить источником генетически схожих органов для замены, которые не вызовут реакции отторжения у рецепиента. Исследования длятся три года, однако ни одна из 5392 выживших ходе опытов химер не подходила геному сына Ричарда. Во-вторых, Ричард основывает собственную компанию ученых под названием Марка. Они вплотную начинают заниматься человеческим геномом, их первое большое открытие – извлечение и восстановление ДНК древнего человека из почвы. В последующем происходит поглощение компании Пранди к компании Марка, ибо к тому времени они очень сильно продвинутся в плане технологии изменения генов, научатся перепрограммировать клетки, а также модифицировать человеческий геном на стадии эмбриона. Ну и в-третьих, Ричард тайно финансирует разного рода китайские научно-исследовательские институты в отношении экспериментов по клонированию. Опыты проходят удачно, удается клонировать соматические клетки негуманоидных приматов, однако к 2018 году исследования приходится прекратить из-за повышенного внимания со стороны общественности и других ученых. Таким образом, несчастный случай в жизни Ричарда стал толчком к развитию науки как минимум в трех направлениях – это создание химерных организмов, редактирование генома и клонирование человека. В октябре 2018 года, благодаря технологии генного редактирования, удается перепрограммировать раковые клетки в убийц рака. Однако до реального применения еще слишком далеко, клетки крайне нестабильны, требуется очень много времени и повторных экспериментов. В качестве подопытных Ричард использует незаконно выведенных химер человека и свиньи, а чтобы отвлечь внимание общественности от своих антигуманных экспериментов, Марка устраивает череду мировых катастроф. Сюда можно отнести лесной пожар в Калифорнии, извержение вулкана Крокотау, землетрясение в префектуре Синзока и так далее. В итоге, пока мир захлёстывает паника, Ричарду удается отвести взгляды от своей организации и безопасно продолжить изыскание. Однако тщетно. 23 апреля 2019 года сын Ричарда Марка, Мэтью, умирает от рака. Наступает переломный момент. Ричард из любящего отца, что готов пойти на любые безумства ради сына, превращается в безумного тирана, жаждущего любой ценой уничтожить все человечество. Он начинает считать людей, вирусом на теле Земли, от которого нужно избавиться. И медленно, но верно начинает приводить в действие свой ужасный план. День за днём, месяц за месяцем он изучает способы обрушить на Землю все новые и новые бедствия. Лесные пожары, сдвиги тектонических плит, активация спящих вулканов, далеко не полный список его ужасающих возможностей. Однако Марка – человек, преисполненный не только ненавистью, но и чрезвычайной расчётливостью. Слепая ярость – это явно не про него. А поэтому, параллельно с этим, он продолжает свои научные изыскания. В дань памяти о Мэтью, Ричард завершает проект генетического перепрограммирования эмбрионов. А самое главное – создаёт генный привод. Устройство для хранения и моментального воспроизведения генетической информации. Прототип будущих генетических сфер – открытие, дарующее своему владельцу цифровое бессмертие. Утром 3 декабря 2023 года тело Ричарда Марка умирает от сердечной недостаточности, но не его сознание. Сознание Ричарда Марка было оцифровано и перенесено в генный привод, откуда он втайне от всего мира продолжил управлять корпорацией. Стал эдаким Юри Нову Аросакой мира Кеплерс. Последовательностью ноликов и единичек в океане двоичной системы счисления. Смерть никак не повлияла на его планы по искоренению человечества, даже наоборот, с гибелью телесной оболочки он окончательно загубил в себе все остатки человечности, загубил свою душу. Последующие 40 лет стали для Земли последними. В этот период корпорация Марка активно изучает возможности межпланетарного переселения, создаёт криокапсулы, фастерзенлайт двигатели и корабли для космических перелётов. Настолько сильно было желание Ричарда порвать со своим прошлым, даже если это прошлое – целая планета. Начинается космическая программа по поиску новых, пригодных для жизни планет. Уже 3 мая 2072 года была произведена первая высадка на Кеплер, на ту самую планету, о которой я говорил в начале своего ролика. Оказалось, что её среда обитания практически идентична таковой на планете Земля. Растительности и воды здесь в избытке, и вообще данная планета является наилучшим кандидатом для переселения. Это открытие окончательно развязывает руки корпорации Марка. Она интенсифицирует создание на Земле невыносимых условий, массово активирует спящие доселе вулканы. Извергающиеся из них пепел и токсичные газы застилают собой всё небо, становятся невозможны авиатранспортные перелёты, из-за высоких температур начинают осушаться мировые океаны. В общем, под непрерывными ударами стихии начинается самый настоящий апокалипсис. В конечном итоге из 8,3 миллиардов людей Землю на космических кораблях корпорации Марка успевают покинуть лишь 50 тысяч. Оставшиеся миллиарды человек были обречены кануть в небытие. 19 марта 2076 года – последний день Земли. Именно в эту дату произошёл разрушительный супервзрыв, разбивший планету на части. Мечта Ричарда Марка по избавлению от столь ненавистной ему планеты была достигнута. Однако злой гений вовсе не собирался останавливаться на достигнутом. Всё это было лишь началом конца. Первой целью Марка по достижению Кеплера стало создание нового человечества. Те 50 тысяч выживших, что улетели с погибающей Земли, стали материалом для создания совершенного гуманоида, лишённого болезней и способного менять свой генетический код в зависимости от условий обитания. Органом центральной нервной системы заместа мозга у неолюдей стала генная сфера, а видовое разнообразие гуманоидов заметно расширилось и не стало ограничиваться одним лишь человеком разумным. Так на планете появились расы орков, эльфов, мумий и прочих антробоморфных химер. Однако Ричард не остановился на достигнутом и решил продолжить свои граничащие с безумием эксперименты. Стремясь достигнуть не только бессмертной души, но и тела, вместе с адептами корпорации Марка, которая была переименована в Мека, Ричард создаёт мутантные клетки. Это искусственно усиленные бессмертные стволовые клетки, которые должны были наделить своего владельца неограниченными регенеративными способностями. Однако мутация выходит из-под контроля. У всех носителей мутантных клеток поражается нервная система, в результате чего они становятся живыми мертвецами. Заражёнными паразитами, заполонившими в дальнейшем всю поверхность планеты и лаборатории Мека. Корпорации приходится уйти глубоко под землю в более безопасные и защищённые места. Остатки неогуманоидов же распределяются по планете кто куда гораст. Часть из них так и осталась на поверхности, построила деревни, пытаясь наладить свой мирской быт и сосуществование заражёнными. Часть последовала примеру корпоратов и тоже ушла под землю. К таковым можно отнести гоблинов, обитателей поверхностных подземных слоёв. Представителей расы эльфов-полукровок в прошлом, которых долгая и суровая жизнь под землёй превратила в совершенно иной, более кровожадный и склонный к поеданию себе подобных вид. Тем не менее, однозначно сказать, что создание мутантных клеток было провалом нельзя. Ибо глубоко под землёй, задолго до пришествия на Кеплер первых колонизаторов, существовал доселе неведомый науке вид насекомообразных организмов коренных жителей этой планеты. Их телесная жидкость чудеснейшим образом стабилизировала структуру мутантных клеток, насекомые вступали с ними в симбиотические отношения, тем самым повышая собственные физические способности. В результате чего в среднем слое планеты образовалось целое сообщество инсектоидов-мутантов, пройти через которых мог не каждый. Однако такие были, и это не только корпорация Мека, это ещё и ушедшие вслед за ними неолюди. Они вполне неплохо устроились под землёй, построили себе каменные города и временные лагеря. Часть из них, правда, всё равно осталась разрушенными и пустующими из-за заражения, но тем не менее. Благодаря особому янтарному растению, способному произрастать на территории с высокой альфа-радиацией, местные обитатели обрели практически неиссякаемый источник энергии, питающий их боевые защитные и дыхательные системы. В плане же технологий их развитие соответствовало технологиям первых колонистов до изобретения мутантных клеток. В самых же глубоких слоях планеты расположились адепты корпорации Мека с их научными лабораториями. Именно здесь, в самых недрах планеты, вершились самые ужасающие и гениальные открытия. Как вы уже, наверное, поняли, учёные Мека не оставили идею использования мутантных клеток. Досконально изучив симбиотические отношения инсектоидов и мутантных клеток, они улучшили технологию слияния насекомых, сделав изменённые стволовые клетки ещё более стабильными. На основе этого была изготовлена передовая броня Мека, обладающая саморепарацией и саморегенерацией. Но Мека и этого оказалось мало. Они решили совместить мутантную броню с телами заражённых, что привело к созданию поистине ужасающих монстров, обладающих чудовищной силой, немыслимой регенерацией и беспрекословно подчиняющихся приказам. Лаборатории с этими монстрами были верхом секретности даже по меркам Мека, а потому находились аж в другом измерении. Между тем, эксперименты со стволовыми клетками не были единственной областью изучения корпорации. Она преуспела и в энергетической сфере, создав так называемую технологию Т-энергии. Говоря по-простому, Мека создала компактный и чуть ли не бесконечный источник энергообеспечения, который был способен запитывать любые энергетические структуры корпорации, начиная биобронёй и заканчивая варп-двигателями. Структурной же основой подобного служила так называемая Т-энергоядру. Таким образом, на момент игры планета Кеплер успела обзавестись собственной стабильной экосистемой со своей иерархией, построенной по принципу наилучшей адаптивности. Ричарду Марку удалось создать новый собственный мир без людей, работающий именно так, как он и хотел, где учёный ум может не ограничивать себя рамками этики и творить на полную, где разногласия решаются не судебными издержками с политической системой, а законами джунглей. Марку оставалось сделать лишь самое главное – вновь обрести телесную оболочку и воссоединиться с потерянной в прошлом семьёй, с супругой Дэнни и сыном Мэтью. Именно об этом мы сейчас и поговорим более подробно. С самого момента переселения корпорации Мека командовали два заместителя Марку, Диваль и Ви, либо же Человек в Чёрном и Человек в Белом. Это две сильные и харизматичные личности, способные вести за собой целую корпорацию. Марку всецело доверял их действиям, и на то действительно были причины. Под личиной Диволя скрывалась воскрешённая супруга Ричарда Дэнни, а Человек в Белом был никем иным, как сыном Ричарда Мэтью. Не могу сказать, были ли их копии лишь восстановленной телесной оболочкой, либо же с цельным исходным сознанием, но одно ясно наверняка. Ричарду удалось воскресить свою жену и ребёнка, поместив их генетическую информацию в генные сферы. Естественно, они возглавили корпорацию, получили передовые технологии и оборудование, а также подготавливали фундамент для воскрешения самого Ричарда. Загвоздка с его воскрешением заключалась в том, что ни одна текущая генная сфера не могла вместить в себя всю его личность, опыт и знания, накопленные за сотни лет существования. Был необходим идеальный донор, владелец чрезвычайно развитой генной сферы. Были созданы все условия для культивации таковой. Перед образцами ставилась цель собрать детали для космического корабля, дабы улететь с этой недружелюбной планеты, в результате чего они были вынуждены исследовать и развиваться. Однако из более чем сотни миллионов кандидатов, поистине подходящим оказался лишь наш главный герой. Проснувшись в криокапсуле с одной лишь палкой-копалкой в руках, он сумел разобраться в устройстве этого мира. Прошел все слои планеты, начиная поверхностным и заканчивая планетарным ядром. Извлекая информацию с генных сфер противников, он постиг их технологии и использовал для своего прогресса. А собственный генетический код он постепенно дополнял критически полезными мутациями. В общем, находясь в постоянной борьбе, сражении и адаптации к условиям, его генная сфера достигла невиданной ранее вместительности. Более того, он одолел человека в черном, победил человека в белом, в общем стал чуть ли не вершиной пищевой цепочки планеты Кеплер. Что было сделать достаточно непросто, скажу больше, практически невозможно. Однако именно такой неохьюмен был нужен Марко. Причем наш прогресс в развитии был запланирован и задуман задолго до нас. Грубо говоря, главный герой был лишь марионеткой в руках незримого кукловода, движимый по заранее определенному сценарию. И достигнув максимума возможностей произошла долгожданная кульминация – встреча сознания нашего героя и ментальной проекции Ричарда. Ричард попытался захватить нашу генную сферу, но просчитался – мы оказались сильней. Кукла осталась без кукловода и теперь может зажить собственной жизнью. Вот так вот, дорогие друзья, один человек по имени Ричард переписал и закончил всю историю планеты Земля и всего человечества, а другой герой положил конец его столетним безумствам и дал возможность новой планете задышать полной грудью в отсутствие тиранического давления извне. Вот такой вот интересный лор таила в себе игра Кеплерс. Поистине неограненный алмаз, поиграть в который я вам однозначно советую. Лор игры настолько глубок и правдоподобен, что может посоперничать с игровыми творениями старой школы, такими как Фоллаут или же Арканум. Скажу больше, я поведал главное, но не все. Многие игровые события можно трактовать несколько иначе, однако опять-таки поиграйте, дабы составить свое личное мнение. Это очень интересно. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Не забывайте про лайки, комментарии и прочие ютуберские вкусняшки. С вами был канал Играриум. Я желаю вам всего самого хорошего. Увидимся, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok